Переедь на другой конец страны и надейся, что печаль не найдет тебя. Не побежит за тобой, как бездомная собака от одного побережья к другому. Надейся, что печаль — это не тучка на поводке, которую ты везде за собой таскаешь. Надейся, что печаль не пустила корни поглубже. Возможно, у печали есть друзья, семья. Она не может просто так взять и уехать. Посмотри на все, чем печаль обзавелась здесь. В Сан-Хосе или Чапин-Хили, или где ты там сейчас живешь. Как печаль выживет без всего этого? Надейся, что это не ситуация из разряда «мой дом, там, где моя шляпа». И печаль уже повесила свою шляпу на тебя. Надейся, что ты не стал домом для печали. А то вдруг, куда бы ты ни отправился, неважно, насколько далеко и неважно, насколько быстро, печаль будет по-прежнему жить в тебе. Моли Бога, чтобы это было не так. Переедь на другой конец страны и начни заново. Создай абсолютно новую жизнь. Купи новую мебель, модное осеннее пальто. Отвлеки себя чем-нибудь. Запишись на курсы, научись играть на музыкальном инструменте. Сходи в библиотеку и найди там одну из сестер Бранте, с которой ты всегда хотел познакомиться поближе. Да делай что угодно, лишь бы дни проходили быстрее. Лишь бы нарастить дистанцию и быть как можно дальше от дня отъезда. Переедь на другой конец страны, наблюдая за тем, как дорожная разметка стелется по асфальту. Наблюдая, как в просвете между коробками, заклеенными скотчем и загораживающими зеркало заднего вида, город становится все меньше. А сядь где-нибудь в плодородном месте, пересади себя в новую почву и наслаждайся цветением. Теперь ты едва ли сможешь вспомнить старого себя, того, кто жил в том другом месте и был печальным. Тот старый ты был вовсе не ты. Теперь это настоящий ты, тот ты, которым ты хочешь быть. Теперь у тебя есть друзья, распорядок дня, своя кофейня, куда ты заходишь, а тебе улыбаются и говорят, как обычно. Однажды в баре ты подбираешь себе человека-хобби, который каким-то образом становится человеком-привычкой. Человека, чьи недостатки идеально дополняют твои. Человека, которому удается узнать не только внешнего тебя, но и самого настоящего, внутреннего тебя. Человека, который, пока ты не видел, подкинул тебе в карман куртки обнаженное раненое сердце. С бантиком и запиской обращаться бережно. Однажды ночью ты резко проснешься в постели этого человека, обнаружишь себя в его тесных объятиях, выпутаешься в сотый раз, в сотый раз оденешься и постараешься уйти, но уже на выходе обнаружишь стикер на ручке двери с надписью «А что, если бы в этот раз-то остался?» Ты развернешься и залезешь обратно в постель к этому человеку, заберешься в его объятия и останешься там на полтора года. И научишься быть очень-очень аккуратным с его обнаженным раненым сердцем. А когда печаль однажды догонит тебя, выследит, когда ты однажды вернешься домой с полными пакетами продуктов и обнаружишь, что печаль сидит за кухонным столом, непринужденно читает газету, как будто никуда и не уходила, ест маффин, делая вид, что все нормально, Когда печаль посмотрит на тебя и скажет «А как ты думал, дружище?» Думал, что все так и будет? Когда печаль ухмыльнется и скажется ироничной настойчивостью, которая уничтожит тебя в секунду, вот где настоящая история любви, приятель, между мной и тобой. Когда печаль еще раз подчеркнет, дескать, это маленькие печали со временем утихают. Но эта печаль, та самая печаль, зная тебя от начала до конца, эта печаль, та самая печаль никогда тебя не покидала, по крайней мере, по-настоящему. Из чего бы тебе хотеть, чтобы это воплощение стабильности в этом непредсказуемом мире исчезло? Когда это все произойдет, ты можешь оставить продукты, вернуться к двери и закрыть ее за собой. Можешь сесть в машину, ехать всю ночь, звонить в дороге тому человеку и сказать «Прости меня». Можешь не останавливаться. Пока не наткнешься на знак, требуются сотрудники, торчащие с другого конца материка. Можешь устроиться на новую работу и попросить, чтобы твои вещи перевезли, или выбросили на свалку, или утопили в реке, или сожгли в костре, или сдали в комиссионку. Отправься в поход к воде и вдыхай свежий морской воздух. Переедь на другой конец страны и начни все заново. Продолжение следует...